Мощный хлопок в отделении коммерческого банка, который находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома, людей разбудил в 4 часа утра. Больше всех вздрогнули те, кто живет на втором этаже, прямо над эпицентром взрыва. Глубокая такая ночь, все люди спят, естественно, и вот этот вот дадах. У меня первый ребенок, услышав, подскочил, и у меня в зале, мама, что-то, говорит, так, шандарах, ну, я напугалась. Думаю, да, может, что-то на улице, говорю, машины стоят, вот под углом, ну, мало ли, что бывает. Ну, вот чтоб вот так вот. О том, что именно бомбануло, люди поняли не сразу. Версии случившегося были разные. Одна из них – взрыв газа, так как большая часть многоэтажек в центральном районе Бийска газифицированные. Глубок! Я сильно испугалась, и все. Вот так сегодня выглядит помещение, в котором произошел взрыв. От самого банкомата практически ничего не осталось. А вот и сам грабитель. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчина в кепке и с черной сумкой в руках зашел в отделение, где находились банковские терминалы. По предварительной информации преступник закачал в один из них газ, а после произвел подрыв. Дальше он собрал разлетевшийся по комнате наличный и быстро убежал. На всю операцию у налетчика ушло порядка двух минут. Сумма выручки, как и личность самого грабителя, пока устанавливается. По некоторым данным, преступник мог похитить несколько миллионов рублей. После того, как произошло происшествие, туда незамедлительно выдвинулись сотрудники органов внутренних дел. Необходимо отметить, что там отработали уже эксперты. Все следы, которые изъяты с места происшествия, направлены на экспертизу. Сам дом от взрыва не пострадал. По крайней мере, никаких заявлений от жителей не поступало. А вот в соседнем отделе с нижним бельем хозяева обнаружили небольшой погром. Ну, смотрите, мы уже после дознавателя поставили на место стол, он был перевернут. Вот, стекло и все. В Бийске это первый случай такого дерзкого ограбления. Однако по всей стране подобные преступления уже случались и не раз. И, скорее всего, это дело рук заезжих гастролеров. По данному факту в полиции уже возбудили уголовное дело. Сейчас ведется расследование. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.